Этот ролик не нуждается в предисловии. Вы знаете, зачем вы здесь? Я знаю, зачем я здесь. Единственное, две вещи. Но не единственное получается. Во-первых, мне неинтересно работать с публикой, которая не знает разницы между жиганом и джиганом. Ну, не интересовались вы этой ситуацией? Окей, понимаю, я интересовался. Я Оксифан со стажем, и мне интересно обсуждать какие-то более глубокие вопросы. Поэтому вот всякие нубские штуки здесь, возможно, не будут объяснены. Это вещь номер раз. Вещь номер два. Всем, кому не нравится Оксимирон, мамкинонон-конформисты, там, чуваки, которые до сих пор от баттл со славой КПСС не отошли, его цитатами разговаривают. Аккуратней, я буду вас банить, у меня лучшее событие за год, и вы не помешаете мне кайфовать. На этом все, начинаем видос. Здрасте, вы на канале Сейна. Начнем с предыстории. Опять же, всегда говорил, чем прекрасен Оксимирон, и в чем интерес именно следить за его творчеством, в том, что это, по сути, сериал «Путешествие больной кукухи». С самого начала, вот сейчас все удивляются и делают кучу мемов про кто убил Марка, про то, что, мол, как он носил в тебе 10 лет эту хуйню, и вот все это время, как бы, такой большой артист был на такой маленькой хуйне сосредоточен. Он всю жизнь таким был. С самых ранних треков это именно подробнейшая рефлексия, которая воплощается в музыке, и этим оно прекрасное. В 12 лет мои мечты ломались, словно крекеры я был задроченным мальчуганом в очках и с брекетами. И в этом смысле, кто убил Марка, это такой прям вот логическая следующая ступенька для творчества Мирона, потому что это натурально как итог бесед с терапевтом. Он там и говорил про то, что он полтора года не был в соцсетях и занимался терапией, стопудово это была терапия со специалистом, и просто как будто ко всей предыдущей рефлексии Мирона добавилось и то, что он реально психолога пригласил, чтобы с этим разобраться. Но это, конечно, скорее шуточки, если смотреть на это не чисто как на кукуху, а все-таки как на творческую личность, то важная деталь, Мирон старается не делать ничего просто так. Именно какая-то дополнительная идея, какая-то супер фича обязательно должна присутствовать в том, что он делает, иначе зачем это выпускать? Каждый год по альбому, а толку-то где шум? Из старых вещей яркий пример тому песня «Цифры и цвета», в которой он буквально в одном куплете делает, по сути, огромную схему по цифрам, которые постепенно увеличиваются, а во втором куплете делает такую же схему по различным цветам, и песня называется «Цифры и цвета», и таким образом он рассказывает свой творческий путь. «Фича», ну прям «Фича», и типа следующий каждый, кто пытается это заюзать, обязательно ему все будут писать, что чувак, это было у Мирона. То же самое относится к «Это диктант, пишите с красной строки», трек, вот название, в котором он буквально учит русских рэперов русскому языку, и весь трек представляет собой схему по правилам орфографии и пунктуации. Начнем с того, что ты лишь ко мне дополнение, я говорю с тобой в повелительном наклонении. И то же самое относится к Горгороду. Известная история всем фанатам, что готовился вообще другой альбом, что там были просто песни, что «Девочка-пиздец», там слита демка, что она не имела привязанности к сюжету. И припев, кстати, был гораздо хуже, я не понимаю, как может он нравится больше, чем оригинальный. Здравствуй, девочка-пиздец, я по-прежнему не верю, что ты здесь. И еще много лет я буду петь тебе про нежность и про смерть, даже если буду немощен и слеп. И в итоге, вместо того, чтобы выпустить альбом обычных песен, он берет и собирает ту самую аудиокнигу, которая взрывает все. За счет чего? Именно за счет количества концептуальности, которая туда заложена. То есть, опять же, оригинально ли это как, блядь, сюжет? Нет, это вообще-то альбом. Супер оригинально это именно как музыка? Нет, но это книжный хоп без череды лишних слов, как он и обещал. И подобное действительно никто не мог повторить. Вот опять же, люблю Нойза, но «Орфей и Евредика» это вот как раз разговор в ту сторону. Это почему именно вот книжный хоп скорее до этого никогда не воспринимался так серьезно. А здесь к этому подошел настолько удроченный человек, что в это получилось поверить. И после «Горгорода» наступило пугающее затишье. Что был трек с Локимином «Горсвет», в котором он опять задрочился и весь трек посветил рофлом над тем, насколько он старый. «Да куда ты, сука, старый? Ты только, блядь, сделал свой магнум опус, чувак, ебашь, блядь, куда ты затих, сука?» После этого он выпускает биполярочку, где он говорит о том, что на самом деле все это медиа-воздействие и вся эта слава, которая свалилась на него, она ему мешает жить. И вот вам кажется, что я на волне, а я на самом деле тут, блядь, головой об стены бьюсь. И я тогда думал, что причиной его молчания и вот такого состояния является то, что он обрел несоизмеримую с его образом популярность. То есть он все еще локальный концептуальный задрот. Да, прям крутой. Да, выделяющийся на фоне всех остальных. Но очевидно, что его популярность вышла далеко за рамки тех, кто выкупает эту концептуальную дрочь. И я думал, в этом и есть проблема. Это мои адресованные строчки. Наш вклад делать рэп для белых детей, не способных видеть, где ширпотреб, а где раритет. И там дальше в той же песне мы летим к тебе на бите, но каждый раз мне кажется, что я не долетел. И до последнего момента все выглядело так, как будто он сейчас там помаринуется в себе, помаринуется. Там его популярность спадет. И он возьмет и начнет выпускать песни для задров, которые их ждут. Которые будут сидеть и облизываться на то, сколько он там нарифмовал. Чего он там локального паминал. На один куплет восемь нейпдропингов. Половина относится к какой-то западной литературе, которую никто не читал. Вторая половина вообще, блядь, к Библии древним мифам и чему угодно. Цитаты из Торы. Мирон может, я жду, все класс Но тут он выпускает, кто убил Марка И все это нахер переворачивает Я вообще был неправ относительно этого И все оказалось куда интересней Я в разных видосах, в разных контекстах по-разному упоминал эту мысль Но мне кажется, она, ну прям вот вездесущая И на самом деле часто встречается И на нее многие не обращают внимания Что когда ты вот артист, какой-то творческий человек И занимаешься любым творчеством Субъективным делом, которое очень нестабильно И в плане дохода, и в плане отдачи И в плане твоих собственных способностей Ты на своем начале привыкаешь ебашить Ты видишь вот весь этот потолок Что тебе нужно через него просто зубами продираться Вводишь себя в какое-то состояние ебашилого И в таком вот темпе, заряженном Наращиваешь себе первичную популярность И этот период может занимать довольно долго Опять же, обратите внимание, насколько долго Мирон шел хоть к какому-то признанию То есть на моменте, когда они с шоком уже вот как раз Встретились с этим самым жиганом Его творческий путь был уже огромен Опять же, он вспоминал, как его треки вирусились в 2008 году На MP3-шках именно там Ну, хуй знает, их на дисках носили, наверное Мне в 2008 году 8 лет было И это только уже трек, который уже вирусится на этих сидюшниках А еще до этого, вы понимаете, как любой творческий человек Очень часто говорят, что я там всю жизнь занимаюсь музыкой Всю жизнь занимаюсь искусством И он уже очень долго находится вот в этом беготневом темпе И именно в этом моменте он свернул не туда И путь стал замысловат И сложность в этом и заключается Что нельзя взять паузу Что в этот момент, опять же, чуваки пришли к мечте Что их реально слушают Именно вагобунт Но они ведь реально никому нахуй не были нужны Еще как будто недавно И вот теперь у них концерты в Питере На их как бы исторической родине Той самой, на которой их не признавали Это вот одна большая часть Их большого противостояния Против родины, которая их проебала И они далеко от дома И вот только эта долгая бешеная беготня Начала приносить плоды И приходить к какому-то вот логическому разрешению К признанию которого они как бы заслужили уже давно И тут случается вот эта Хуйня, которая именно чисто человечески Должна быть подвержена осмыслению Да, это конфликт двух друзей, который долго нарастал И при этом эти друзья, они были именно братья по разуму Как читал Шок То есть это мега важно для них было И в тот момент он принимает грамотное, по его же словам, решение Которое как раз таки, ну, действительно является дилеммой Он это же, по сути, анонсировал в треке о горе с Кул Савашем Его кумиром детства и юности Что важнее, честь или безопасность и бегство? Я не знаю, ответь сам И вот этот вот выбор, который был сделан грамотно Но, что называется, не от души, да, который противоречил его внутренним установкам Он запустил длинную череду событий Путь стал замысловат И оказывается, что вот Горгород и все остальное творчество И все остальные медийные появления Мирона Были обусловлены именно этим Опять же, это выглядит как цепочка Которая была разгадана с психологом И это, блин, интересно И ожидая новый релиз Мирона По сути, самое интересное было в нем И вот чего лично я Ну, как я думаю, и все вот Окси-эксперты любящие По-настоящему ждали Они ждали нового Мирона Повзрослевшего Следующую инкарнацию Потому что, ну, прошло дохуя лет Он откровенно постарел, стал старше Но он постарел не в смысле сдулся А постарел в смысле изменился И насколько сильно подогревает интерес К тому, что он там выдумывал Такое предисловие Ведь, по сути, кто убил Марка Это одно большое предисловие Зная любовь Мирона к книгам, да Это то, что он считает нужным Узнать всем, кто послушает его альбом Перед тем, как его надо слушать Он расставляет все точки над И И хотя он мог это сделать в самом альбоме Он выпускает это большой преамбулой Почему? Блять, очень интересно Однако сейчас мы фиксируем уникальный факт Сброса покровов Потому что очевидно, что он специально находится в тени То есть даже несмотря на все вот вышеописанные состояния Все равно именно такая загадочность Часть из нее, очевидно, сделана специально для вот Нагоняния этого загадочного образа У Дропдеда есть замечательный видос про это Он это называл Датселлинджера, если я правильно помню И Мирон абсолютно спокойно избавляется от серьезной доли этой загадочности Раскрывает гораздо больше карт, чем все могли ожидать Ради того, чтобы не оставить этих вопросов к будущему материалу Чтобы войти новым Оксимироном И сила этого обновления охуительна И вот здесь мы переходим к финалу Кто убил Марка и вышедшему треку Цунами Тут и до этого была вольная трактовка Но сейчас вообще пиздец начнется Во-первых, в финал кто убил Марка Огромное количество вопросов, зачем они нужны Я считаю, что Мирон таким образом вписывает себя как бы в русскую культуру Он задает как бы общенародные вопросы Перед этим сказав Русь Ровно перед этим Русь он говорит, что прощает себя Соответственно, разрешает себе быть и творить Без вот этого огромного количества додумываний Он вот в этом бесконечном беге Наконец-то позволил себе остановиться Оглянуться по сторонам И вот нормально осмыслить, куда ему двинуться дальше И во-первых, это амбиция А во-вторых, это вполне справедливо То есть, ну, сколько угодно там могут усираться люди про то, что Ну и да блянь, какой там исторический масштаб Куда он там себя вписывает По крайней мере для современной русской культуры Оксимирон это очень серьезный пласт И как бы, ну, настолько раскатать яйца Ну, вполне может Что называется, погоны позволяют И по такому долгому предисловию И перед Русь необходимостью сказать, что он прощает себя Мы готовимся к чему-то прям Либо неожиданному Либо очень серьезному Масштабному страшному охуеть Цунами не оправдал опасения о том, что Оксимирон прям кинется в политику К тому же, по сути, в Кто убил Марка Он объяснял это как импульсивные решения И как бы борьбе со страхом И, ну, то есть, по сути, что он настолько вмешался в политику Из-за того, что он всегда как бы был не согласен И до этого он просто прятал голову в песок И типа, ему следовало бы давно так же проявлять свою гражданскую позицию Я все еще надеюсь, что там вот не будет весь альбом посвящен актуальным каким-то проблемам России Ну или, по крайней мере, на них будут смотреть как-то широко Но гадать я сейчас не буду И Цунами вообще не про это Однозначно к этому относиться невозможно Я и не буду пытаться Наверное, легче сказать тезисно Во-первых, новых мыслей здесь нет Это интересный пример того Как будто вот Мирон был в параллельной вселенной Да, в которой он занялся ракешником А не рэпом настолько плотно Потому что сам Мирон всякую старую панку Хочь любит У меня давным-давно был ролик про то, что слушает Оксимирон И там было много старого панка Питерского, естественно, потому что он сам оттуда И, в принципе, андеграундную сцену он знает Не говоря уже о поэте Летове Поэтессе Дягилевой И многих других пластов русского андеграунда С которыми он, естественно, знаком И в которые он давным-давно хотел вписаться И мысль о том, что он вечно не понят Что он постоянно ощущает себя не таким Что он крокодил, его крокодиловые слезы Мир пустой, хоть с каждым вторым перезнакомься Что еще? С кем бы ни общался, сейчас ощущаешь барьер Ты вроде вполне здоров, но роешь себе подробно Все проводишь бесплодный поиск себе подобных Бесплодный поиск себе подобных Вот ровно про это оно И в этом нет ничего страшного Потому что, ну, все ж мы люди, да? У каждого исполнителя есть какой-то лейтмотив От которого он не может отойти Да и не нужно от него отходить Потому что это он и есть И вам, собственно, нравится какой-то артист Потому что у вас с ним есть некоторый мэтч, да? По мировосприятию И, собственно, то, что он дальше его воспроизводит И рефлексирует Это заставляет вас дальше его слушать То есть, в принципе, с этим все окей И если центральная тема Мирона С тем, что он такой одинокий крокодил То, да пусть сколько угодно в ней воплощается Я с удовольствием слухану А че у нас с рок-звучанием? И здесь кроется основная неоднозначность Нам пока рано говорить о том, что это будет рок-альбом И если Мирон шел к этой свободе И это реально будет все, ракешник То ой, блять, как мы об этом поговорим Но об этом пока рано Говорим конкретно про один трек И этот трек Он ведь гораздо более слушабельный Просто как музыка Чем многие даже самые лучшие треки Мирона То есть, его долго стебали тем Что Мирона не слушают в тачках, да? Птаха говорит, что в Мироне нету рэпа А в рэпе Мирона нет птахи Ну и действительно Ведь в любом плейлисте Что рэпа Что просто какой угодно музыки Мирон всегда будет из них выделяться Он будет не похож А вот эта вот песня Гораздо более приспособлена для того Чтобы там, ну, просто ее слушать Да, она просто часть вашего плейлиста Которая с ним сочетается И логично звучит вместе со всем остальным И это действительно гораздо более Слушабельная именно такая Ну, нормальная музыка, да? В привычном представлении Останется ли она у меня в плеере? Отвечу на этот вопрос через месяц Может полтора К тому же, с точки зрения Выдержанности стилистики Вопросов нет вообще Пионерлагерь сделали свое дело Как бы все вполне худ И ровно так же Мирон Как большой фанат Старого грязного панка Тоже сделал все четенько Интонации вкусненькие Там до второго припева хочется доебаться Да, то есть это все равно не его вода И будут об этом еще много кто говорить Но так или иначе Для первого блина Вообще более чем гуд А я к тому же Как оксидрочер Который до этого Слышал много разных мыслей Про то, что на новом альбоме Мирон может взять Да и как запеть Честно говоря Это меня прям Камень с души сняло Потому что если он запоет так То нормально Ху Но загвоздка состоит в том Что неслушабельные Именно в привычном смысле Треки Мирона Это и есть Мои любимые треки Мирона И я думаю Очень большого количества Окси фэнов И в этом плане Их недовольство Вполне понятно Потому что Хотя содержание Вот такое смысловое Оно осталось Вот обыкновенным Так как и было до этого Все равно фишка Мирона В форме То есть Вот это вот Мега замысловатое Изложение своих мыслей Супер многословное Это и есть его стиль И это то Чего лично я жду Ну и кстати Я вполне это получил В Кто убил Марка И думаю Что на альбоме Будут еще такие штуки На которые я смогу Своим вот этим вот Текстодрочерским взглядом Смотреть и облизываться Будет конечно кайфово Но в этом треке Я этого не получаю Здесь он работает В форме скорее близкой Там ну К дайте танку И к многим другим Именно ракешным группам То есть текста гораздо меньше Фразы звучат Как бы более емко И тяжело Каждая И честно говоря Довольно крутой текст Если рассматривать это Отдельно от Мирона То это вполне себе круто И по подобранным образом И по метафорам Которые есть И как бы Драматургически Все круто выстроено Стильно Не приебешься Но при этом Естественно Это совсем не то Что я ждал Опять же Это не обязательно плохо И если Это будет Там вот реально Целый рок-альбом То я все равно Буду в нем разбираться Мне все равно Интересно будет посмотреть Но конечно Вот Судя по данной песне Именно Такой же Уникальности И самости Которой Мирона Обладает в рэпе В рок-звучании Он не обладает Но если это будет Один эксперимент То как бы Вполне удачный Но за то Что меня несказанно Радует Что вот Он Внутренне Освободился Потому что Это для нас Музыкальных блогеров Ну и я думаю Для многих Моих подписчиков Совершенно Нихера их не удивляет Что О господи Рэп стал роком Смена жанра Как же так Вот это как раз Стоит оставить людям Которые нихуя не разбираются Нихуя не понимают Пусть они Блять Удивляются Сколько угодно Сменам жанра Если у Мирона Будет на альбоме Часть битов Написанная Как бы с рок-звучанием Или он будет Зачетонить Под рок-биты Ну реально Меня это совершенно Не впечатлит И не удивит Мне важно Насколько оно Целостно работает Или не работает Насколько Из этого получается Или не получается Песня Которую я полюблю Потому что и так Вот Был фиток с битва И он действительно Охуенно на нем Отработал Очень круто звучал И есть вот теперь Другая форма Существования Мирона На ракешных Минусах Ну Это уже наше дело Как к этому относиться Но главное то Он то знал Что вызовется Вот эта шоковая реакция Вот как раз Вот эта непосвященная Публика Или вечно Бугуртящая Хип-хоп Публика Олдфанов Она Явно на это Отреагирует И это Явно Входило в то Что могут Не оценить фаны И в какой-то Пак Его страхов Быть не принятым И то что он Сейчас это Дропает Это Охеренно Значит Мирончик Здоров И счастлив И делай Что хочешь Только побольше Пожалуйста Прошу Про то Насколько трек Зашел Или не зашел Говорить пока рано И очень интересно Посмотреть Как Какая Будет реакция И как реакция Повлияет на Мирона И будет ли реакция На реакцию От Мирона Но это собственно Наше фанатское дело За всем этим Следить Смотреть Главное Что он С новым релизом Совершенно Не пытался Ориентироваться На свою Задротистую Публику И пытаться Делать какой-то Локальный продукт Он блять Вошел с ноги И так Вошел Что Мало того Что все Кто говорили Что им не интересен Альбом Мирона Они резко Приковали к нему Свое внимание Так еще и Пол интернета Вообще Людей Которые Нихуя В теме не шарят Резко решили Разобраться Там в 10-летней давности Разборках рэперов Ну то есть Мирон В силе В мощи В хорошей форме И я конечно Жду Прям не дождусь Че там будет Особенно Честно говоря Вот это конечно Совсем наивно Но греет меня мысль Что раз он выпускает Альбом Смутное время Про конкретный период То возможно Это будут Чисто вот Работы Какого-то Старого периода И что он сейчас В абсолютно Новом Творческом состоянии И это будет Перезапуск То есть Он сидел Сидел В своих думах Которые не мог Разрешить У него был Какой-то материал Че-то нерожденное Но он был Слишком в этом Заперт И теперь Он Освободился Дропнет Все что накопил И потом Может еще Че-то дропнет И может это будет Не раз в 5 лет Ну пожалуйста Бля Ну это все конечно Чисто наивные мечты А вот что объективно Можно сказать То что Карт в рукаве У Мирона Очень много Я искренне сомневался Что альбом Выйдет именно Вот 5 числа И из-за сливов И из-за того Что как-то Очень быстро Тогда бы закончилась Промо к альбому Особенно после Такой долгой паузы И поэтому Как-то обязательно Должны Сыграть Эти постеры В городах Этот сайт Где альбом Очень много Еще чего Что он из тени Может выкинуть Что все обосрались От счастья Что я надеюсь Собственно И произойдет Главное Чтобы не было Кринжатуры Блять Как я надеюсь Что без кринжа Обойдется Особенно С этим квестом В реальности Ну бля Пожалуйста Но это все Вопросы Далекого будущего Я очень благодарен Моей подписоте Которая сказала Мне расслабиться И делать Что я хочу В вопросах Моментальных Видосов Хайпажорских Про Мирона Ребята Искренне Говорю вам Большое спасибо За понимание И отдельное Спасибо за понимание И поддержку Меня говорю Тем Кто поддерживает Меня рублем На патреоне Мы скоро Заведем Не только Патреон Но вот такие Видосы Которые я делаю Без интеграции Просто потому Что хочу Сделать То же самое Видосы Про андеграунд Вы бы знали Что я там Наснимал С художниками Реально Просто куча Охеренных вещей И все это Я могу делать Благодаря тем Кто меня Рубликом поддерживает Огромное спасибо Вам И всем остальным Ребята Мирон материал Выпускает Ну реально У меня Лучшее событие За год Вот Без преуменьшений Я в таком Подъеме духа Очень давно Не находился Все Встретимся В следующих видосах Спасибо что посмотрел Ты знаешь Где кнопка подписки А